Давным-давно, когда среди правителей земель еще не было принято скрывать свои богатства, переписывая их на бастартов и их матерей, много столетий назад, когда огню предавались грешники, а не свалки мусора и торфяники, когда блудницы еще не могли попадать в правящую свиту просто за то, что они хорошие блудницы. Уже тогда к власти пришли семьи и кланы. И началась она. Игра непристойных. Ранее в сериале. Не смей перечить меня. Понял, круглолики? Король тут я, а ты, премьер-десница короля. Поэтому будешь делать все, что я тебе скажу. Или ты вновь хочешь стать простым провиннициалом? Парасион, подозрюю вас, что вы хотите свергнуть его с залезного трона. Я никого никуда не хочу свергнуть. Я просто переживаю, что он на холодном не замерз. Ты что? Да, лорд-командующий, я себе как-то по-другому представлял эту стену. А что ты хотел? Сколько денег ты на нее выделил такую и построил? Ваше прокуроршество, в мене до вас є важливое поведомлення. Слушаю тебя, явнох радикалис. Мои скотиняки мені нашептали, що в Гаванському районному суді працюють судді часів режиму божевільного короля. Ах, х**ить ти встать, х**ий случай, ні х**а себе! Кто ти? Москал, як ти розмовляєш з матерю драконів? Эй, ворони! Вертухай на стены! Пустите обратно, а? Это тот самый Виктор Налетчик? Да, тот самый. Убирайся прочь, одичалый! Що смешного я сказал? Лорд Суперстарк, по вашим меркам вы сказали хорошо, но вы сидите на лошади неправильно. Лорд Суперстарк, по вашим меркамістам, по вашим меркамістам, по вашим меркамістам. А надвигалась эта угроза потому, что у Юлі в бюте рождённой внезапно треснули яйца. Так, ну х** яйца чухай! Хватит бездельничать. Я не байтикую. Я проводжу час з дітьми. А бувають у драконів два хвости. Ніх**я! Ісключено. Це хлопчик. С х**ом, без х**а, до п**ды! Без разницы, мальчик или девочка. Главное, чтобы здоровенький. Появление в столице имперії Юлі в бюте рождённой со своими драконопроектами означало крах правления короля Парашиона. Именно об этой угрозе пытался сообщить королю галашатой отруби полуязыкий, пытаясь окончательно скартавить все точки над «и». не переживай ты так, отруби. Ну, у мужчин после сорока такое бывает. Смешной анекдот был. Я понял. Смешной анекдот. Смешной анекдот. Смешной анекдот. Ага. Ага. Ты показываешь, мы угадываем. Ну, давай. Баба. Баба. О-о-о! Баба... Баба Спиригарова. Ну... Нет, баба не Спиригарова. Угу. Но баба. Баба. Так. О-о-о. Баба. Ага. Дракон. Ага. А-а-а! Это... Мать драконов Юля в бюте рождённой. Ага. Так. Запомнили. М-м. М-м. Яйцо. 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 Три. Три яйца. Так. Три яйца. Рецепт. Глазунья. А-а-а! ВЫСТРЕЛЫ Бру! Да что ты себе позволяешь? Этот кувшин стоил сто золотых драконов. Драконов? Драконов. Я понял. Драконов дальше, а? Гройсман. Гройсман, да. Щёки Гройсмана скоро треснут. Треснет. Ага. Значит, у Юли в бюте рождённой скоро треснут драконьи яйца и появятся драконы. Гройсмана. Так. Теперь я показываю. Ага. Стоп. У Кхалиси скоро появятся драконы? Гройсмана. Срочно созывай лордов семи королев на большой совет. Угу. Иначе Юля захватит власть. А давайте поступим, как всегда. Вы покрестите драконов и станете с Юлей родственниками. У? Нет. К сожалению, не от всех проблем можно откреститься. Созывай совет, Круглолики. Созывай совет. Великий совет собирался только в крайних случаях. Либо когда семи королевствам грозила большая опасность, либо когда решали, сколько скинуться Парашиону на именины. Как вы предлагаете мне поступить в самые светлые умы королевств? Я хоть и не светлый ум, я ум-шатен. Но у меня есть отличная идея. Смотрите, драконы ведь дышат огнем. Так. А шо, если б потушить весь огонь в семи королевствах? И что? Как шо? Драконам нечем будет дышать, и они подохнут. У меня есть половина очень хорошего плана. Говорите, лорд Тиреон Николасович. Значит, мы заманиваем дракона в ловушку, понимаешь? И? И дальше нужно придумать. Я же сказал, что первая половина плана очень хорошая. Тьфу ты, седьмое пекло. А у кого-нибудь есть еще идеи? Мои скотиняки мне нашептали, что надо наслать проклятие на этих драконяк. Отличная идея. А еще лучше наслать проклятие под дверь и убежать. Как сказано в Священном Писании, когда явятся на свет драконоподобные твари, отрекись от благ своих в пользу гениального септона и молись денно и нож. Генпрокуратор. Но мы уже делали так, когда после дождя появилась радуга. И когда свинья привела нечетное количество поросят. Никогда я выговорил слово «кораблекрушение». Хорошо, хорошо. Хотите вечно гаить в аду? Пожалуйста. Лорд, я понял. Да, драконы непобедимы. Да, многие из нас могут погибнуть. Но самое главное, чтобы всех там, везде держались вместе. Клянемся! Клянусь вечно верой и правдой служить тебе. Пока не предам и не стану вечно верой и правдой служить еще кому-нибудь. Я тянуется ваше прокуроршество. Халисий, я клянусь беречь твои яйца, как свои собственные. А когда вылупятся драконы, разреши мне заботиться о них, как о своих родных детях. Звистно дозволяю. Спасибо. Тогда, когда они подрастут, одного отдам на шахматы, другого в бассейн. Дорогая Халисия, клянусь кормить твоих драконов лучшим харчо в семи королевствах. Чтобы они были более огнедышащими, понимаешь? И если кто-то захочет их обидеть, клянусь за душу своими голыми волосатыми руками. А я клянусь, что обхоплю того своими поголенными ногами. Халисий! Халисий решил предать его по-другому. Приветствую вас, воины ночного позора! Разрешите вступить в ваши славные ряды? О, кого я вижу! Дай угадаю. Назначили десницей, проворовался, выгнали, пару недель проревел, волос на голове все повырывал и приполз к нам на стену проситься. Так? Да нет. Не так все было. Просто в семи королевствах драконий Майдан назревает. Так вот и решил. У вас переждать. Да? А у кого ж тогда так, как я рассказывал, было... Ну, не важно. Сир, а ну мы не можем принять вас в наши позорные войска. Вы должны быть для этого достаточно опозоренным. Это я не достаточно опозорен. Да я при живом парашивоне кричал по всем углам. За Родину застанется! Добро пожаловать на службу, венецианский друг. Благодарю за доверие, лорд-командующий. В чем будут заключаться мои обязанности? Да у нас работа. Не бей лежачего. Правда, когда я так делаю, спящий на посту я снова сильно обижается. А вообще, главное не впускать за стену одичалого Виктора-налетчика. Так все-таки легенды не врут, что он хитер, храп и безжалостен. Да врут легенды. На самом деле он тупой, голодный и надоедливый. Так, ладно, Арсений, за мной. Я понял. Если он явец, клянусь семью богами, я убью его. А вот это не смей, не смей, вот это мне. Тут без него вообще нефиг дело. Так, ну ладно, ты за старшего, Арсений, я говорю, за мной. А я вот помню, когда родился мой второй первенец, повитуха из палатки выходит и говорит, мальчик, 3200. Я еще тогда подумал, странное имя для сына, 3200. Но повитухи же виднее. Юля в бюте рожденная. Мы, братья ночного позора, узнали, что у тебя скоро родятся драконы. Поэтому к Халисе мы пришли выразить свое подкхалимство. Спасибо. Но если вы тут, кто охраняет стену от Виктора-налетчика? Не волнуйся, королева, там остался наш новый брат. Храбрый, верный. И, что немаловажно, очень доверчивый человек. Ой, Господи. Халисе, поздравляю тебя с будущим пополнением и от чистого сердца приношу в дар все, что у меня есть. Это золото? Холодно. С риблом. Очень холодно. Это снег. Все семь королевств замерли в ожидании чуда. Но из яиц вылупилось совсем не то, что ожидалось. Ё-моё! Маестраусы! Роднусеньки! Боже мой, нашлись! Если бы вы знали, как мне вас не хватало. Хе-хе-хе-хе. Утепутти! Пупсики мои золотые, ну идите к папочке. Вот блин, что-то снег не забыл. Пойду поджимаю. Куди вы? Вы клялися мне у вирности. Я разраховывала на 20 тысяч монет за первого дракона. Куди вы? Вот и прошел очередной день в семи королевствах. Империи, где указ короля – закон для всех, который выполняется беспрекословно. Где те, кто был так близок к цели, продолжат и далее вынашивать и даже высиживать новый план мести. А кто-то просто безгранично рад встрече со старыми друзьями. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ